здесь мы строим каскадный 33 будет дома стоять здесь два купольных домика по 6 метров диаметром и значит купольный дом 9 метров между собой они все будут соединены коридорами и верхним балконом уличным поэтому мы здесь залили такую мощную плиту в размере 35 сантиметров перед этим значит соответственно заложив инженерные системы подушку то есть пирог здесь традиционный щепень щебень песок подложка пенофлекс как утеплитель и соответственно дальше уже заливается бетон вот подушка сделана мощная крепкая чтобы никакие сейсмические давления зимой там плиты не подымались то есть не треснули переходы и перекрытия принципе это не требуется если делается один дом потому что как бы опалубка обыкновенная пирог и небольшая плита все больше ничего не нужно для того чтобы не ленточный фундамент не свай ничего не нужно для строительства данного дома достаточно вот минимальной подушечки можно устанавливать на него принтер и печатать строение строение значит яйцеобразная естественным образом распределяется напряжение на стены визуально может быть это изначально как бы конструкция выглядит немножечко как бы может быть тонкие стены там все думают там как же как же там быть может быть обрушение еще что они переживают нет такого ничего более того для для спокойствия там по проекту мы закладываем все делается и армирование все полностью без всяких рисков так нет здесь никакой опалубки значит в на старте мы печатаем мы сначала hydra за изолировали плиту вот дальше соответственно по от кодировали принтер два три слоя напечатали и еще раз hydra изолировали то есть у нас есть подложка в размер там 8 сантиметров значит на нее мы уже подготовленную эту подложку печатаем смесью значит смесь у нас песчаная бетонная с гипсом со штукатуркой в принципе как бы универсальная такая смесь которая в которой имеются пластификаторы значит отвердители жидкое стекло принцип данной смеси схож с бетоном марки где-то там 300 350 а вот при этом то есть это основные вопросы которые люди задают при беспокоиться значит армируются данные стены при помощи композитного материала это стекло ваконная арматура 8 миллиметровая и и вполне достаточно для того чтобы связать две стены обычным путем то есть без всякого как говорится напряжение данная арматура укладывается треугольной формой в процессе печати и соответственно под собственным весом печать ее запаковывает и укрепляет встает данная печать очень быстро в течение 30 минут переживать за то что здесь нарушены какие-то нормы строительства им там микротрещины они бывают но и не критично не сквозными и в принципе все в нормах и правилах после того как возведутся стены на утро на высоте вот сейчас примерно метр семьдесят а в принципе как бы на полутора метрах очень удобно при росте человеческом мы укладываем утеплитель любой но в данный момент в данном проекте мы используем поле мочевину для того чтобы гидроизолить данную как говорится форму внутри и соответственно после этого используя установку запениваем пенополиуретаном это ну по принципу термоса значит две стены между ними пенополиуретан это дает нам энергосбережение и шумоподавления то есть в принципе в данном доме вообще наружу снаружи никаких шумов не будет слышно все дальше зависит от стеклопакетов которые устанавливаются в проемы здесь сейчас вот в данных полутора метрах уже видно что подоконник заложен будет здесь вырезаться окно после того как напечатается полностью и встанет бетон могли бы сразу без отходное производство печатать без сразу эти окна да но в данном все-таки процессе я считаю что нужно купола ставы оставлять как можно дольше все-таки без всяких воздействий и промежутков вот единственный у нас есть проем через который мы выносим принтер отсюда это 90 сантиметров если бы на мой взгляд я бы вообще этот проем вырезал после ну в принципе он технически он нужный вот в этот в этом месте принтер у нас разворачивается на внешнюю сторону то есть получается что как бы печать идет одной стены дальше возвращается на внешнюю и так цикл замкнутый значит это стекловолоконная арматура значит композитная называется 8 миллиметровая и мы вот и и нарезали в размер 7 25 сантиметров для того чтобы проводить армирование между двумя стенами купола стекловолокно вот значит нет совершенно металла нет это арматура она не проводит тепло не является значит мостиком холода среда внешние внутренние соответственно зимой будет как проводник если это будет металлическая арматура на буду пропускать через себя холод в дом соответственно это нарушение это уже не тот вариант значит армирование оконных проемов и дверных проемов мы делаем более крепкой арматурой 20 12 меж стеночное армирование достаточно и 8 миллиметров вот делаем на допуске и пропусках примерно там в 20 сантиметров вот что чего более чем достаточно для того чтобы как бы конструкция данная имела свою крепкость плотность и было безопасно мы значит будем строить двухэтажный здесь купол вот между первым и вторым этажом внутри металлический будет собран каркас вот с колоннами то есть на стены купола принципе давление никакого не будет оказываться только удерживаться будет балки укрепляться к стенам чтобы как говорится стояла на колонне и не шаталась все на вся нагрузка будет осуществляться на плиту фундаментной на колонны вот такая тема подвалы не делаются принтером вы знаете как бы данным принтером мы еще готовы напечатать бассейны и то есть там таким вещик круглой формы цилиндрической формы вот этот принтер не печатает никакие углы там треугольники он только круглые предметы печатает объясняю почему мы сделали на этом упор потому что прежде всего в купольном доме идет идет серьезное энергосбережение потому что по закону физики если распространить установить точнее источник выделения тепла в середине до здания соответственно тепло поднимается в куполу и спускается по его стенам и вот вот эта вот система вентилирование она естественного но во-первых мало затрачивает энергии во вторых она отдает серьезный коэффициент полезного действия потому что они отсутствуют углы в принципе в доме то количество больших большого количества углов которые мы привыкли за диванами там за шкафами то есть это все холодные холодные углы здесь они в принципе отсутствует потому что дом нарезан как пирог есть прямые стены не трудно устанавливать не мебель не как-то там интерьер никаких проблем даже более наверное будет интересный проект выглядеть какой процент энергосбережения объясню значит для девяти метрового купольного дома ориентировочно 7 киловатт нужно нужно для того чтобы этот дом минимум был согрет в нашем случае 2-3 киловатта то есть видно что в два раза экономия энергия тепловой по крайней мере в этом плане когда будет готов дом готов был носили когда в данный дом строится в течение двух недель вот здесь ввиду того что сложный каскадный проект специально сделан для потребителя который может приехать его пощупать значит здесь будет в одном домике bedroom то есть это как отдельно стоящее здание в котором будет спальня соответственно душ туалет гардеробная что можно заменить гардеробную на этом кухню то есть никаких вопросов вот значит и потом будет соответственно девяти метровый двухэтажный дом представлен как средний вариант потому что мы строим еще и 12 метровые купольные дома они еще больше значит соответственно в данном доме 120 квадратов вполне достаточно для проживания там семьи из четырех человек а вот значит здесь в шестиметровом купольном домике будет у нас 35 квадратных метров в принципе евро 2 евро скажем так студия вполне возможно для строя но для планировки данного дома и проживания двух членов семьи вот и соответственно последний здесь будет у нас вариант это представлена баня то есть как вариант мы предлагаем строительство не только домиков и обустройство но и бане в бане соответственно парная душ туалет и приемная гостиная вот и все она же и являться будет у нас коридоры все эти проекты мы представим дизайнеры наши готовят их индивидуально вот помогают заключить договора с организациями которые изготавливают значит специально партнеры наши изготавливают мебель то есть в принципе это обыкновенные нормальные цены несмотря на то что как бы может быть на рынке этой кажется эксклюзивным но так как мы с этим работаем это у нас в принципе в нормах и в правилах тех организация леруа и кей и которые вот предоставляют нормальные варианты решения приемлемые по деньгам вот ну все остальное от к зависит от желания и возможностей потребителя мы делаем мы мы еще строим здесь до будет представлен я думаю строим еще бассейны то есть даем принтеру команду он значит соответственно цилиндр выставил выстраивать сначала а потом соответственно мы над ним делаем полу сферу соответственно что выглядит в виде ракушки но очень интересные варианты есть которые можно как бы исполнить землей может быть он печатать вот бассейн мы вырываем котлован опускаем вниз и он печатает бассейн то есть он печатает от горизонта своего гарантия что не влага не не проступит сквозь эти да конечно если не нарушать технологии как бы гидроизолировать никаких вопросов нет мы можем регулировать толщину стены можем делать ее двойной тройной одинарной то есть принципе функционал этого принтера очень даже подходящий для строительства таких объектов для начала строительства на этом принтере достаточно электроэнергии в размере 7 киловатт трехфазная желательно чтобы было вот требуется вода и хорошая погода все остальное это решаемый вопрос то есть все мы столкнулись мы приехали на этот участок здесь абсолютно ничего не было ни электричества ни воды не канализации значит мы соответственно вырыли колодец у нас появилась вода значит соответственно проложили инженерные системы у нас появилась канализация под плитой после этого соответственно мы запитались временно значит площадку на 15 киловатт заключили договор и соответственно поехали работать все нам нам больше ничего не нужно нужен один человек образованный мы в принципе сами обучаем работе на этом принтере сертифицируем и как говорится допускаем людей для работы на нашем оборудовании то есть каждый человек может спокойно арендовать принтер по нашему проекту четко подготовлены специалистами со всеми инженерными системами спокойно себе строить дом по крайней мере черновой вариант осилит любой в принципе человек что касается дальше инженерных всяких систем коммуникаций подключения это уже делают специалисты